Не допустить холодной и голодной смерти в снежном плену. Когда пришли сильнейшие морозы, одесситы объединились ради спасения бездомных животных. Все после сообщения в фейсбуке, которое написала Зинаида Лысая. Девушка призвала горожан помогать бездомным кошкам и собакам пережить эту зиму. Все подробности знает наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Огромная просьба, пожалуйста. Выйдите на улицу, пройдитесь возле вашего дома, посмотрите, нет ли где замерзающего животного. Если найдете, заберите на время в парадную и пишите. Звоните мне. Я направлю к вам ближайшего волонтера, и он отвезет животное в ветклинику. Прошу, не проходите мимо. Максимальный репост. Все началось с этого сообщения в фейсбуке. На призыв девушки откликнулось несколько тысяч людей. И это не только одесситы. Одни лично привозили замерзающих собак в ветеринарные клиники. Другие звали на помощь. Эта собака по имени Мотя давно живет на стоянке. В январскую непогоду животное совсем ослабло и перестало ходить. Пришлось звать на помощь волонтеров. Приблизи собака, вижу здесь. Она сначала выходила, а потом она вот залегла. Залегла, и день, два, три не выходит. Вот мы ее тут уже накрыли. И я вдруг в фейсбуке увидела вот этот номер. Там был номер, обращайтесь. Говорят, если увидите собаку, обращайтесь. Я позвонила. И вот как раз я попала на Зину. Мы тебя будем ждать. Слышно? Не бойся. Мотю будут лечить в клинике немецкого приюта. Там сейчас много работы. Смотрите, к вам ребята уже едут. Нужно, чтобы вы их дождались, чтобы вы были. Чтобы они точно нашли. В итоге Мотя поедет в клинику в компании еще одной собаки. Неважно, какой случай. Больное животное, сбитое животное, погрызенное животное. То есть мы уезжаем в любом случае. Даже в таких погодных условиях. По словам Зины, идея помогать животным в морозы возникла еще в прошлом году. С соседками нашими нашли замерзшего котенка во дворе, который просто не смог добраться, докопаться до окошка в подвал. Недоброжелатели засыпали снегом эти окошки, и котенок погиб. И вот тогда я поняла, что мы должны помогать животным зимовать. В эту непогоду удалось найти множество единомышленников. Вместе с другими волонтерами и напарником Андреем вытаскивали снежных заносов пострадавших животных. Начало спасательной операции было страшным. Мы нашли замерзшую собаку. И отчаянно пытались поймать ее щенков. Один шел нормально в руки, второй убегал. И мы гонялись за ним часа два, замерзли, окалели просто до ужаса. Но так и не поймали. Это было наше такое поражение. И то, что мы увидели, дало нам понять, что мы все-таки на правильном пути. За это время удалось спасти несколько десятков кошек и собак. Врачи такую инициативу волонтеров поддерживают. Из тех, кто много сделал сейчас за этот период, это Юлия, которую знает весь город. Вот ребята молодые, которые спасли довольно-таки много животных. Потому что я знаю, что по всех клиниках города находятся животные на содержании и на спасении. То есть мы всегда готовы откликнуться. У нас всегда есть программы для бездомных животных. И всегда готовы помочь. И действительно помогают, как и этой рыжей собаке. Возьмите меня. Ну, я тоже хочу. А, у пирожи. Врачи спасли животное и передали в немецкий приют на стерилизацию. Волонтеры говорят, это один из самых гуманных способов решения проблемы бродячих животных. Здорово. Я сейчас расскажу, на кого ее оформлять. Дальше предстоит искать хозяев для спасенных животных. По словам ветеринара, за этот период собак и кошек с обморожением в клинику еще не привозили. В основном сюда попадают из-за травм. Все-таки на дорогах скользко, они бывают, перебегают. И вот основные собаки, животные, которые на них поступают, это с травмами, с переломами конечностей. Животное с травмами, оно уже как бы не мобильно, оно не может передвигаться. А в такой мороз, лежа на одном месте, и не имея пропитания, оно может просто замерзнуть. Таких животных нужно спасать в первую очередь. Волонтеры и врачи единогласно просят помогать раненым кошкам и собакам. Сейчас холодно, мы там можем одеться, согреться, а они нет. Буквально полчаса или пять минут, у кого какое есть время, возможность отвезти, отвезти. Нет, да хотя бы просто позвонить. Многие говорят, денег нет, машины нет. Есть те, у кого есть машины, есть те, у кого есть деньги, можно все это потратить пять минут, просто набрать и сказать, вот собака. Главное убедиться, что животному действительно необходима помощь. До приезда к медикам его нужно отогревать. Но растирать не стоит, так можно навредить. Надо ухутать, угреть, теплыми бутылками обложить и уже смотреть по состоянию. Травмы могут сбить, могло упасть, могло просто замерзнуть, могло не доедать, оно не хватает сил, не досыпает, и оно тоже стоит где-то приткнулось и замерзает, замерзает и замерзает. Тяжело, конечно, холодно, всем нам тяжело. Самое главное, чтобы люди помогали. И пока держатся морозы, помощь обязательно потребуется. Главное вовремя услышать жалобный призыв замерзающего животного. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, Седьмой канал.